Отстоять свои права в России сегодня – это не просто поле перейти. Для этого может не хватить ни времени, ни здоровья. Тем более, если с этим самым здоровьем уже существуют серьезные проблемы. К примеру, инвалиды первой группы, да и просто маломобильные люди, сегодня не могут свободно перемещаться по городским улицам. Да что уж там по улицам, они не могут выйти даже из своих квартир. Ну, прошлый год нанимали мы людей, меня выносили, гулять не ходили. Вы год не были на улице, что ли? Ну, я говорю, что еще летом меня можно вынести, а зимой, представляете, одежду на себя одеть. Какой человек меня вынесет? Уже 10 лет Любовь Решетникова не может ходить. Все ее жизненное пространство ограничивается четырьмя стенами комнаты в общежитии. Изменить ситуацию мог бы пандус на лестничной площадке, но все оказалось не так просто. В мае 2014-го отдел соцподдержки населения Ленинского района сообщил, угол наклона лестничного марша составляет больше 8 градусов, что делает установку пандуса технически невозможной. Что значит техническая возможность? Ширина лестничного марша, уклон пандуса и так далее. Человек не может требовать установки приспособлений, не соответствующих техническим требованиям, поскольку это связано в первую очередь с безопасностью не только его, но и других. Справедливости ради добавим, что не на все просьбы инвалида ей отвечали отказом. В декабре 2013-го Любовь Александровна получила электроприводную коляску с управлением под правую руку. Но вот незадача. Кисти именно этой руки она лишилась в 79-м году, получив травму на производстве. Я на ней не могу ни к столу не подъехать, ни посуду помыть. Если поближе сюда, то это будет мешать. А тарелку я вообще себе не достану. С ложкой вообще никак. Желание помочь услуг народа не иссякало. И они предложили нашей героине переехать со второго на первый этаж, где отсутствует душ. Выбор поистине впечатляющий. Или сидеть дома и пользоваться душем, либо не мыться, но обладать возможностью выезжать на улицу. В общество инвалидов я тоже там обращалась. Она мне вообще сказала, что если бы мне было мало лет, и если бы я на ней работала, мне бы был резон делать пандусы. Сказали, там в полгода вас вывезут. Ну что она вроде как не стоит. Таких, как Любовь Решетникова, в Новосибирске около полутора тысяч. И есть примеры, когда инвалиды-колясочники добились от муниципалитета решения своей проблемы. Квартиру Станислава Пачгина оборудовали отдельным входом и механическим подъемником. Спрыгнуть-то это что, один вопрос по ступенькам. А вот подняться, это совершенно другой вопрос. И, скажем так, супруга уже не в силах была меня затягивать, а сидеть возле подъезда и ждать, чтобы кто-то из мужчин затянули в квартиру. Ну, это уже становилось проблематично. Однако четкого регламента здесь нет. А посему, чем больше обращений в различные инстанции написать, тем больше вероятность быть услышанным. Задействована была и управляющая компания, и сами собственники жилья нашего дома. Мэрия же не может просто взять и построить. Любой, скажем так, кто нуждается в этом, должен совместно работать с органами власти, решать возникающие вопросы, текущие вопросы. С 2011 действует программа «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области». И в ней заложены деньги на обустройство жилых помещений элементами доступности. Закон о социальной защите инвалидов, статья 15-16, регламентирует создание доступной среды, обязывает все учреждения, органы госвласти, органы местного самоправления создавать такие условия, не только к общественным зданиям, но и, в частности, естественно, жилым. Но если техническая возможность спроектировать подход к квартире отсутствует, остается два решения – переехать в другое жилье или обзавестись самоходной коляской с функцией перемещения по лестнице. Кстати, проект такой электроколяски разработали выпускники НГТУ. Инвалид откидывает кресло, опускается на гусеничную платформу, и коляска на гусеницах стоит очень устойчиво, даже если инвалид находится почти в лежащем положении. Мы планируем в июле создать промышленный уже образец, провести на нем тест-драйвы. В январе 2015 года планируем уже начать серийный выпуск. Казалось бы, панацея найдена, но рассчитывать на нее пока могут не всем. Вообще коляски с электроприводом, вот как нашу, то есть инвалид ее может получить в случае, если у него плохо работают руки. Такие коляски стоят дорого. Государство не всегда готово приобретать такие коляски для инвалидов. В августе 2013-го Василий Юрченко дал правительству 12 поручений. Одно из них – создать реестр инвалидов, нуждающихся в улучшении жилья. Обследование жилых помещений провели не до конца, но уже известно, что большинство из исследованных квартир не соответствуют нормам доступности. В сухом остатке и программы вроде бы есть, и закон о социальной защите инвалидов давно принят. Однако Любовь Решетникова по-прежнему не может покинуть пределы своего дома. По телевизору все время говорят, что у инвалидов должна быть достойная среда. Я считаю, что я уж настолько много прошу для себя.